Михаил Пришвин. Голубая стрекоза. В ту Первую мировую войну 1914 года я поехал военным корреспондентом на фронт в костюме санитара и скоро попал в сражение на Западе в августовских лесах. Я записывал своим кратким способом все мои впечатления, но, признаюсь, ни на одну минуту не оставляло меня чувство личной ненужности и невозможности своим словом догнать то страшное, что вокруг меня совершалось. Я шел по дороге навстречу войне и поигрывал со смертью. То падал снаряд, взрывая глубокую воронку, то пуля пчелкой жужжала, а я все шел. С любопытством, разглядывая стайки куропаток, летающих от батареи к батарее. «Вы с ума сошли!» – сказал мне строгий голос из-под земли. Я глянул и увидел голову Максима Максимовича. Бронзовое лицо его с седыми усами было строго и почти торжественно. В то же время старый капитан сумел выразить мне и сочувствие, и покровительство. Через минуту я хлебал у него в блиндаже щи. Вскоре, когда дело разгорелось, он крикнул мне. «Да как же вам, писатель, вы такой рассекой! Не стыдно в такие минуты заниматься своими пустяками!» «Что же мне делать?» – спросил я, очень обрадованный его решительным тоном. «Бегите немедленно, поднимайте вон тех людей, велите из школы скамейки тащить, подбирать и укладывать раненых». Я поднимал людей, тащил скамейки, укладывал раненых, забыл в себе литератора и вдруг почувствовал, наконец, себя настоящим человеком. И мне было так радостно, что я здесь, на войне, не только писатель. В это время один умирающий шептал мне «Вот бы водицы!» Я по первому слову раненого побежал за водой, но он не пил и повторял мне «Водицы! Водицы! Ручья!» С изумлением поглядел я на него и вдруг всё понял. Это был почти мальчик с блестящими глазами, с тонкими, трепетными губами, отражавшими трепет души. Мы с санитаром взяли носилки и отнесли его на берег ручья. Санитар удалился, а я остался с глазу на глаз с умирающим мальчиком на берегу лесного ручья. В косых лучах вечернего солнца особенным зелёным светом, как бы исходящим изнутри растений, светились миноретики хвощей, листки телореза, водяных лилий. Над заводью кружилась голубая стрекоза. И совсем близко от нас, где заводь кончалась, струйки ручья, соединяясь на камушках, пели свою обычную прекрасную песенку. Раненый слушал, закрыв глаза. Его бескровные губы судорожно двигались, выражая сильную борьбу. И вот борьба закончилась милой детской улыбкой, и открылись глаза. — Спасибо, — прошептал он. Увидев голубую стрекозу, летающую у заводи, он ещё раз улыбнулся, ещё раз сказал спасибо. И снова закрыл глаза. Прошло сколько-то времени в молчании, как вдруг губы опять зашевелились. Возникла новая борьба, и я услышал. — А что, она ещё летает? Голубая стрекоза ещё кружилась. — Летает, — ответил я. — И ещё как? Он опять улыбнулся и впал в забытье. Между тем мало-помалу смеркалось. И я тоже мыслями своими улетел далеко и забылся. Как вдруг слышу, он спрашивает. — Всё ещё летает? — Летает, — сказал я, не глядя, не думая. — Почему же я не вижу? — спросил он, с трудом открывая глаза. Я испугался. Мне случалось раз видеть умирающего, который перед смертью вдруг потерял зрение. А с нами говорил ещё вполне разумно. Не так ли и тут? Глаза его умерли раньше? Но я сам посмотрел на то место, где летала стрекоза, и ничего не увидел. Больной понял, что я его обманул, огорчился моим невниманием и молча закрыл глаза. Мне стало больно. И вдруг я увидел в чистой воде отражение летающей стрекозы. Мы не могли заметить её на фоне темнеющего леса. Но вода, эти глаза земли, остаётся светлой, когда истемнеет. Эти глаза как будто видят во тьме. «Летает!» 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 Воскликнул я так решительно, так радостно, что больной сразу открыл глаза. И я ему показал отражение. И он улыбнулся. Я не буду описывать, как мы спасли этого раненого. По-видимому, его спасли доктора. Но я крепко верю. Им, докторам, помогли песни ручья и мои решительные и взволнованные слова о том, что голубая стрекоза и в темноте летала над заводью. Рассказ написан в 1941 году. Субтитры создавал DimaTorzok